Кировский районный суд в пятницу принял решение изменить меру пресечения для Алексея Навального и Петра Офицерова с ареста на подписку о невыезде. Это было сделано после жалобы прокурора. И Навального и Офицерова освободили в зале суда. После этого предвыборный штаб активиста объявил, что Навальный, возможно, не будет снимать свою кандидатуру с выборов мэра Москвы. Напомним, в четверг после объявления Навальному приговора к пяти годам в колонии на улицах нескольких российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург, прошли стихийные акции протеста. В столице в ходе разгона акции было задержано около 200 человек. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала это событие небывалым для России. В нашей стране впервые после оглашения приговора люди вышли на улицу не только в Москве и Петербурге, но во многих городах. Это первый раз в нашей истории. Этого никогда не было. Она также сказала, что после того, как Алексей Навальный выйдет из заключения, у него будут реальные шансы стать президентом России. Да, у меня традиция сочувствия к узникам, потому что у нас нет семьи, где бы кто-нибудь не сидел. Не потому что у нас все преступники, а потому что у нас слишком легко сажают. Через пять лет он выйдет таким популярным человеком во всей стране, что никакие ухищрения на выборах не помогут помешать его победе. Никакие. Суд приговорил Навального Алексея Анатольевича. 18 июля Навальный и его бывший бизнес-партнер офицеров были приговорены к 5 и 4 годам колонии соответственно за хищение имущества предприятия Киров лес. Их также обязали выплатить по 500 тысяч рублей штрафа. Пустите родители, дайте родители, родители.